Привет, Ленечка! Привет! Как ты? Мой неутомимый сурок Алинусь, а ты чё, сегодня такой день, да? Ты ж меня так никогда не называла Я нет А вот абонент 067-404-33-22 называет Блин, я телефон дома Ленка, да я... Ну что, Воп, может, объяснишь мне, от кого это смс? Ты лучший, а? Ленка, а то ты не знаешь От кого ты лучший, а? Это же Николай Петрович Николай Петрович Николай Петрович, мой партнер по бизнесу Да, считает меня лучшим партнером Конечно, очень А ты чё подумал? Лен, ну перестань Николай Петрович, серьёзный, солидный человек 52 года, замначальника гособл. администрации Да? Тогда почему же Николай Петрович Солидный человек, 52 года, замначальника гособл. администрации Пишет тебе Ты лучший пупсик Забыл, как меня зовут Просто забыл, да? Ну с кем не бывает А вот ещё Вот ещё смс-ка От некого Ивана Ивановича Я хочу тебя Иван Иванович Иван Иванович Иван Иванович Тебя А меня? Как, 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 ты же начальник мой Да Иван Иванович Хочет тебя? Хочет меня Да Он не дописал, он такой ленивый, не дописал Я хочу тебя спросить А, спросить Пришли сегодня подшипники или нет? А, понятно Ну, видимо, пришли Да? Потому что дальше Николай Иванович пишет Секунду Мне сегодня было хорошо Да А все книги пришли Тонны Ему хорошо Да Я вижу, твой Николай Иванович Большой шалун Чё это? Ну, дальше он пишет Хочу с тобой пошалить А вот ещё Очень, очень интересное Да Славик, работа Да Я горю Ленка, я тебе не сказал Что? Славка-то сгорел Мой друг близкий сгорел на работе прям Слушай, ну как же так, а? А что же ты тогда сразу ему пишешь? Уже выезжаю, а? Тушить Тушить, да? Конечно, я не успел потушить Славка сгорел Конечно, тушить Ну, ничего Сейчас ты не отвертишься Да Когда твоя едет к маме Это кто? Это мой коллега О работе Да? Хотел спросить Когда я еду к маме Слушай Хотел мне передать ей что-то там О, вам Здесь чётко написано Да Когда твоя едет к маме Коллега Чукша Да Вот и пишет Когда твоя едет к маме Понятно Да Хорошо Ещё одно очень интересное Антон Поезд Ты трусы забыл? Антоха Антоха Ну, конечно Попутчик мой Ну, конечно Обалденный мужик Поезде, да? Ну, ну, было скучно Поезде Ехали И начали игры слова Слова Да Я термометр сказал Трактор назвал А трусы забыл Ну, вылетело из головы Это слово Мой господин Хочу тебе подчиняться Это кто, может быть? Кто-то из подчинённых Да Конечно, меня уважают на работе Ну, конечно Конечно А это тоже кто-то из подчинённых Врач сказал Тебе тоже нужно обследоваться Это что значит? Это значит, что тебе тоже надо обследоваться Что? Что это? Ну, Лен Ну, как я это сумасшедший написал Ты пристаёшь Я перепутала на номер Перепутала номер Хочу твоего великана А, ну, это точно перепутала Почему перепутала? Так, перепутала или? Нет, перепутала Перепутала, да? Перепутала, конечно Ну, что ж Закроем опцию смс Перейдём к телефонной книжке Здесь тоже много занимателей Да Итак, Лена со... Что? Ленка? Со... Соседка Сократил я так Ленка соседка снизу живёт Соседка, да Соседка, да А Аня почти Семенович Тоже сосед? Да? Это Аня Аня сотрудница Бухгалтер у нас на работе А почему почти Семенович? Семикович фамилия у неё А, да Я написал почти Семенович Хорошо, ну ничего, ничего Эвелина Стрип Клеопатра Стрип Зизи Стрип Это кто? Сёстры Стрип Ха-ха Ну, конечно А кто же ещё? Ира Безотказная А в чём же это она такая Безотказная, а? Да Сложная ситуация Да Ирка Безотказная Фамилия странная У человека просто И всё Я тоже как-то подумала Безотказная тут очень много Вот, посмотри Настя громкая Я вижу Светка бывает всегда А вот есть Степан Петрович Степан Петрович Просто Степан Петрович Просто Степан Петрович, да Интересно Но почему-то просто Степан Петрович Пишет тебе Поздравляю У меня две полоски Сержант Забыл поздравить Сержант Степан Петрович Получил зарану Послушай, не морочь мне голову Оксана Бревно Тоже фамилия? Это гимнастка Да Тогда Наташа Мичи Футболистка А вы знакомы? Вова Мне надоело Ну объясни мне Ну кто такая? Котик Вот, Лен Ты все можешь испортить, Лен Хотел тебе сделать сюрприз Дню рождения Хотел подарить тебе котика Заехал в зоомагазин Ну, выбрал котика Поэтому так назвал Ну, а как я назовываю? Ну, котик Вот и все Ой, ты знаешь, Леносик Они там, котики, такие умные Это вообще Ну, не настолько же Они умные Чтобы написать тебе Поиграй со мной Беслоухие британцы Пишут смс самостоятельно Супер, Леносик Интеллектуалы Да, интеллектуалы Слушай, а ты у нас такая безгрешная, да? Посмотрим, что у нас Где твой О, телефон Сейчас посмотрим Посмотри, посмотрим Посмотрим Пин-код поставила Какой пин-код? Дата нашей свадьбы Хитрая! Все, ты предусмотрела, да? Ничего, да Да, я все предусмотрела Можно подвести итог, да? Ну, давай, да Значит, ты узнал Что Славка сгорел А, Славка сгорел Подожди Да, да, да Сгорел И поехал его на поезде Тушить Попутно Играя с Антоном Слова на букву Т Мух Да Но не успел Потому что заехал в офис И на глазах у Анны Почти Семенович Там Семякович Да Отхлестал подчиненных Не выполнивших план Да Я строгий начальник Да, конечно Ты хочешь сказать, что вот это все правда? Леночка, ну это чистая правда Я тебе говорю Ну ты же все рассказала, как было Ну что ты меня за дуру держишь? Ну при чем здесь дура? Лен, ну ну что? Да-да, пожалуйста Я извиняюсь Котика вы заказывали? Ой Котик Я же тебе говорю Ты не верила Это сюрприз я хотел Британец, креслоухи Ну и надо же Умный Очень умный Как все-таки приятно Свой день рождения Оказаться дурой Там Семякович Аванс выдает Слова, что ты пришел? Ты же сгорел Карантинные новости Светлана решила все-таки развестись с мужем Наверное, потому что во время карантина он громко чавкал Громко моргал И громко спал с соседкой Как оказалось, редкий брак может дожить до середины самоизоляции Может быть, поэтому в конце карантина Многие пары обратились к семейному психологу Посмотрим один из таких случаев Ну, рассказывайте, что у вас произошло? Да что рассказывать, доктор Мы с мужем в браке больше 20 лет Но на карантине не смогли прожить вместе больше 20 дней Понятно Не волнуйтесь, милочка Сейчас это распространенная проблема Давайте поподробнее Я даже не знаю, с чего начать Вы начните Он был старше ее, она была хороша До карантина они жили В душу душа все время были вдвоем Они не ссорились по мелочам И все вокруг говорили Вот это муж и жена Но изоляция стала сводить их с ума И каждый стал замечать то, что раньше не замечал Целый день он ходил в одних трусах И чесал так демонстративно пах По утрам сербал громко горький чай И в экран он на шустера кричал А она все не закрывала рот Бла-бла-бла Думал он с ума сойдет А в душе он столько находил волос Будто там мылась не она, а пес Ах вот так он сейчас заговорил Человек тот, что лишь во сне не пил Это мне смеет говорить она Та, что ест часто по ночам одна И три дня и три ночи он как Ленин лежал неподвижно Смотрел свой тупой сериал И как Ленин он выбрел себе усы с бородой А она в нем убила почти всю любовь Щипая пинцетом свою монобровь Если б не был он лысый, давно уже был бы седой Втихаря он смотрел свой порно-хадак А в ночи он дарил ей только храп Обещал эротический экстаз Каждый раз он ей в следующий раз У нее корни сильно отросли На одном не было глазу, ресниц Маникюр отлетел давным-давно И она превращалась в оно В смысле? Что ты сейчас говоришь? Я не поняла, мы сюда ссориться пришли Или брак нас спасать? Не, я прошу прощения, я сюда никого не звал Ты меня сама сюда послала Серьезно, да? А кто вчера сказал? Завершится карантин Станет он самым лучшим из мужчин Она станет лучшую женой Только бы не было волны второй Ведь когда в ЗАГСе отвечают Да, поклялись Вместе быть они всегда Им бы там нужно было уточнить Сколько дней им реально вместе быть Алло, Алло, Светуля Привет, привет, дорогая Да, это я Ну, с наступающим тебя Как дела? Рассказывай Что там тебе? Твой уже подарок на Новый год сделал? Да? А что? Ух ты Поздравляю С бриллиантом? Да Сколько карат? Два Ну не расстраивайся Ну, Свет, ну а ты ему что? Ух ты Ничего себе Круто Шерстяные? Ну ты Света даешь Я? Я своему костюм купила Да Жду Лексус Что, что, что? Мужчина Мужчина, вы кто? Вы откуда? Вы что здесь делаете? Вы извините, ради бога Я только что на ваш балкон спустился Это вы наш сосед сверху? Не, я Как это сказать? Я вашу соседку сверху Что? И 69-й квартир Вы стойте там Стойте там Там просто муж неожиданно домой вернулся И вот Я все поняла Вы, пожалуйста, уходите куда-нибудь Потому что сейчас мой муж Неожиданно домой вернется И нам будет плохо с вами Пожалуйста, уходите куда-нибудь Леносик Вобочка Я дома И я дома Там снежок, ты знаешь, дорога Да, тут Недоразумение такое Недоразумение? Да Это я В синих трусах Еще себе подарок В Новый год Вов, ты мне то что подумал Соспал я все-таки вас Любовнички Я так и думал, Лера Не-не-не, мужик Я сейчас тебе все объясню Ну Я был сверху Не надо подробностей Я серьезно тебе говорю Я только слез Скотина, не бежи меня Да слушай меня Я говорю, она лежала на диване Я неожиданно вошел И все Вошел неожиданно? Да Я иду тебя убивать, скотина Послушай, Вовочка, подожди Мужчина, помолчите Вы только все портите Вовочка, я тебе честно говорю Ну Пять минут назад Он еще был в 69-м Я его первый раз вижу Вот ты дрянь Я что? Первый раз И уже в 69-м Да, Вова, это не то, что ты думаешь Сейчас я узнаю Боже мой Ну что, скотина Ничтожество За что ты мне мстишь? Я же тебя так любил Я же тебя каждое лето В Бердянск вывозил А так ты за это мстишь? Вова, да я Да я не мщу тебе Ну честное слово Вон посмотри Я тебе даже в подарок Костюм купила Да ты врешь Это его костюм Да как он может быть его? У него даже размер больше Ты же говорила Размер не главное Мужик, послушай мне Я говорю, я был у соседки У Машки У Машки ты был? Да Посмотрим Какой у Лены Размер груди, ну? Откуда я знаю? Слушай, ты Какой размер груди? Пусть будет пятый О, спасибо Вот ты свинья Я Знаешь что? Ты мало того, что ты мне изменила Так ты мне еще и с дебилами изменила Слепым Че это я дебил? Потому что адекватный человек Может отличить дымки от висташек Что? Ну, он знает Да молчи Это вообще Вообще Какая у нее татуировка на спине ног? Куда я знаю? Какая? Купола Я не спала с ним Это случайно Откуда он знает? Я не спала с ним Дрянь Спала ты с ним Спала Я вижу, что ты спала Посмотри, как ты выглядишь Боже мой, как я выгляжу? Прекрасно Прекрасно выглядишь Ты так хорошо никогда не выглядела Бессовестная Что она кричит во время секса? Не подсказывай Конкретно Что она кричит во время секса? Не знаю Ну, точно спала Я каждый раз ее спрашиваю Ну, как тебе? Она не знаю Я тебе еще раз говорю Я не спал с твоей женой Ты посмотри на нее Скотина Ты хочешь сказать, что моя жена уродина? Причем? Тут у меня другие вкусы просто Я люблю низеньких Толстеньких Килограмм настоя С усами И вообще без груди Так ты и с тещей моей развлекался, да? Несовестная Мужик, при чем тут теща? Что? Я гей Вот Гей другое дело Чем ты кажешь? Как же они там все время говорят Ну Ну давай, ударь меня Унись меня Давай Ты фразочкам моим его научила? Да Вот оно Причем вам тут фразочки Мужик, я тебе говорю Я только спустился с балкона У меня вон мозоли на руках Остались от карниза Так что? Если у тебя мозоли от твоего карниза На чужих баллов бросаться Ты серьезно? Ты видишь? На спину посмотри Спиной поцарапался я Ты уже ему и спинку расцарапала Мне так ты раз в жизни расцарапала На даче Случайно? Когда грабли меня на спину уронила Да, только ты же потом Всю неделю перед друзьями хвастался Да, хвастался, пока меня не раскусили Шоу-человека не может быть 14 пальцев Я тебе серьезно говорю Я был у соседки, у Машки У Машки? Да Хорошо, взять проверю Учти, убью только правду Как выглядит спальня Машки? Обычная спальня, конкретно Ковер на стене висит Простыни голубые Занавески на окнах розовые Все точно пока Стоп, 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 стоп А откуда это мы знаем про занавески, а? У всех Машек такие занавески У всех Машек, да? То есть меня, значит, тут обвиняет А сам там побывал уже не раз, да? Один раз Один раз Зашел за солью На пять минут На пять минут? Да То есть два раза успел, да? Как тебе не стыдно? Причужен человек А ты забыла, как я на твой день рождения? Ага, забуду 14 августа Забудешь тут целых одиннадцать минут Да ты ж теперь пять лет уже этим хвастаешься Ты же только благодаря этому запомнил, что у меня день рождения 14 августа Вы знаете, мы теперь за меня Только со второго тоста начинаем пить Потому что у нас одиннадцать минут Ты что у Машки делал, говори? Машки? Лен, ты что, как ты могла подумать? Ты видела эту Машку? Ужас! Там же ноги от ушей Только твердая грузда Ред Не зря мне соседи говорили Леночка, вы присмотритесь, что об этой Машке в лифте пишут А я ж дура не верила Да, я понимаю, что зря О, все Все, Петровы Звучит сигнал Это значит, что время сеанса окончено Спасибо, дурки Присаживайтесь Ну, Лена, расскажите Что же вы извлекли из сегодняшнего сеанса? Да Ой, доктор Я поняла, что практически любой конфликт Можно уладить в диалоге Да Хорошо А вы, Владимир? А я понял, что надо срочно стеклить балкон Поняли? Я понял Стойте! Верните полотенце и халаты Подождите Иди не оборачивайся Вот они удобно Я говорю, стойте Иди не оборачивайся Стойте, я говорю Верните полотенце Ой, не заметил Случайно Так быстро одевался Пожалуйста, полотенце Валим отсюда еще одно боже мой боже мой посмотреть на себя что же вы делаете вы же сейчас лишаете подарков старую некрасивую женщину который может быть жить то осталось всего ничего боба ну хватит так уже говорить о моей маме таки вы номер сдали сдали я понимаю что вы сдали номер но кому вы его сдали что это за люди которые там живут сейчас ножка поработали что же вы так нас принимает я вам скажу конечно мы к вам больше никогда не приемли еще не понравилось на правах гостей мы требуем книгу жалоб нет это мы требуем книгу жалоб верните пожалуйста позже какое жлоб она подавись давайте вот вы знаете вы самые ужасные туристы я конечно перевидел всякое но чтобы вытянуть один доллар из кармана уборщицы это конечно уже слишком и кстати оплатите счет за спиртное пожалуйста значит оплатите счет у нас все включено но вы выпили больше значит так это уже ни в какие рамки не лезет и это еще называется четырехзвездочный отель позор и 5 звездочный господи боже мой на жлоб теперь по поводу туалетной бумаги можно было израсходовать за неделю 100 рулонов 100 вы что их продавали что ли нет мы задницу подтирали очень смешно так теперь по поводу мини-бара что такое там все бесплатно да к черту бутылки верните сам мини-бар это вообще и сейф кстати тоже значит так сейф я тебе не верну я забыл кода у меня там 25 гривен да и вообще слушайте у нас самолет вова пошли поделать то что ж такое а вот теперь по поводу штрафов но вы молодой человек писали в бассейн правильно я думал никто не заметил именно поэтому вы залезли на трехметровый трамплин а что такое дети хотели видеть радугу очень детей любит я понимаю и наверное именно поэтому вы выносили фрукты из ресторана а это ладно все выносят все выносят но не все ходят по пляжу и кричат виноград бананы апельсины вернемся к штрафам давай что это за глупая идея собрать всех мужчин и провести конкурс с линейкой а ты-то чем недоволен у тебя второе место вы за себя отвечайте зачем вы занимались сексом на пляже а вот это мой дорогой не надо выдумывать мы не занимались неправда а я сейчас мадам вашего мужа спрашиваю вова лена я даю тебе слово мужчины со мной никого не было а я не говорю что с вами кто-то был ну знаешь зачем вы этим занимались закат романтика на что ты хочешь вот это уже все границы переходит вот правильно мама говорила что ты сволочь подлец и кобель слушай твоя мама это тост еще на нашей свадьбе говорила хорошо продолжим зачем вы задушили руками акулу в кусается кусается я понимаю это было наше национальное достояние слушай ты твое национальное достояние чуть не откусило мне моё национальное достоинство хорошо продолжим 22 июня в 4 часа утра вы вероломно ворвались в номер к мирно спящему туристу из германии как это называется это называется 11 а то что вы оставили у него внизу под дверью это как называется это называется 21 это я тоже могу понять но зачем вы отобрали у немца паспорт верните ему паспорт а пусть сначала моему деду ногу вернет понял а что ты с ним разговариваешь пошли у нас самолет пошли так кстати подождите подождите вас же трое было но еще а где ваш третий лена где наш сын я не знаю где наш сын я вас не видели нашего ребенка нет а кого он похож очень на меня похож пьяный что ли тут на вас полотеля похоже миша миша здравствуйте здравствуйте извините пожалуйста вы не подскажете я прилетел или улетаю вы прилетели давно не 10 назад понял а где море море там ясно значит барчик там лёня очень на нашего сына похоже значит так мы вас предупреждаем если вы нам не вернете сына мы отсюда не уедем а вот не надо не надо принимать поспешных решений не уедем я сейчас найду вашего сына и вы уберетесь отсюда не уедем так лена успокойся надо вспомнить где последний раз мы видели нашего сына значит так рассуждать давай логически значит самолете он точно был ты уверен конечно кто-то же за меня миграционную карту заполнил иди сюда иди сюда говорю боже это ваш сын сынок сыночек маленький мой как я искал своего сына я думал ты потерял вова какой сыночек это не наш ребенок лена лучше что-то чем ничего бери этого иди уже внимание объявление по отелю потерялись мои родители особенно папа ой мишенька мишенька мы здесь сынок сыночек сыночка красавчик сынок вот она мальчик верни отельные игрушки мама папа идите не оборачивайтесь шли леночка ну зачем нам идти к доктору может еще раз попробуем вова мы уже сто раз пробовали может доктор нам что-нибудь посоветует пойдем же он нам посоветует как лучше попробовать здравствуйте здравствуйте чем могу помочь о доктор нам вы нам уже помогли спасибо до свидания оба сел а владимир владимир я так понимаю елена елена записывались да да точно есть ну что ж рассказывайте какая у вас проблема ой да какая проблема доктор мы забеременеть не можем что значит мы у леночки не получается никак так ну давайте давайте так давайте по порядку да расскажите как часто вы занимаетесь сексом ой доктор каждый божий день вы имеете ввиду пасху и рождество этого мало и шо шутник тут самое главное ли шо я тебе говорю каждый день но вот и хорошо хорошо расскажите а ну вот в среднем сколько длится процесс ой да вы знаете доктор недолго 5-7 часов недолго раньше конечно мог дольше но сейчас понимаете лентка уже не молодая интересно интересно вот его вошутишь а доктор между прочим прав у меня вообще складывается впечатление что ты просто утоляешь мною жажду а смысле ну смысле утолил и спать аленская но даже даже путник идущий по пустыне которого мучает жажда он и он не может он не может сразу выпить целое ведро да никто и не говорит о ведре речь о чашке даже не идет но пару глотков иногда можно сделать пару пару глотков можно один вопрос сколько дней можно между глотками дело вы видите вот это постоянная история я вижу леночка у меня вопрос к вам расскажите вот во время процесса вы испытываете дискомфорт нет ну что вы доктор я во время процесса ничего не испытываю смысле смысле дискомфорта хорошо давайте по-другому вам вообще процесс этот нравится ей очень нравится очень если бы ей не нравилось она мне сказала а раз леночка во время процесса спит ну значит человека все устраивает но знаешь вы меня доктор конечно простите но что это за вопросы у вас а вы нас вылечить хотите или поссорить поймите леночка чтобы вам что-то посоветовать я должен понимать масштаб трагедии у меня нормальный средний масштаб никакой трагедии ну вот и хорошо это хорошо есть просто одна немаловажная деталь понимаете а вот чтобы все получилось вам как бы это сказать нужно приходить к финишу одновременно понимаете я тоже понимаю вот но есть проблемка доктор понимаете чтобы нам с леночкой так сказать к финишу приходить одновременно леночки надо выбегать минут на 15 раньше ну допустим допустим но самое главное не упускайте для лучшего эффекта но после процесса вам надо стать в березку и ну не вам супруги а я что буду делать а вы можете спать один в лесу то ты шо страшно успокойся уже хватит слушайте а может быть проблема во вредных привычках вот скажите а володенька вы курите курю но только после алкоголем злоупотребляет бывает пью но только до но я заметил доктор вы знаете это идет даже на пользу значит чем чаще я пью тем чаще мы пытаемся с леной завести ребенка питаетесь правильно через рот это правильно вот вы зря зря ерничаете между прочим а правильное питание очень важно вот вы владимир к примеру должны есть больше бычьих яиц но если не поможет если не поможет то детей не будет ни у тебя не у коровы хватит уже а вы кстати а кого хотите мальчика или девочку пацана я хочу пацана тогда вам леночка нужно кушать соленые огурцы да ты шо издеваешься или шо мне и так не сильно охота а если она во время процесса еще огурцы жрать будет это кошмар хорошо есть другой рецепт значит а отвариваете свеклу морковь зеленый горошек ты хочешь нас научить делать детей или винегрет хорошо я есть искусственный метод да там кстати вот ваше участие владимир нужно только на начальном этапе смысле то есть я значит начну а кто-то другой придет и продолжит ну вова ну что ты говоришь я не знаю это вам не нравится то не подходит чего ко мне пришли вообще обратитесь к народной медицине сходите к бабке вон да бред что если я бабку хлопну у нее ребенок будет и такое мелишь профессор что допустим делать то леночка леночка слушайте а может это у вас наследственная проблема а может быть у твоей мамы не было детей ну да у моей мамы сначала не очень получалось но я-то в итоге на свет появилась а у них доктор вообще проблемная семейка сначала лена никак на свет не может появиться теперь ее мама никак с него уйти не может что ты говоришь слушайте а вы вообще уверены что вы готовы к ребенку а вы понимаете что он будет плакать кричать не давать спать пускать слюни зачем нам второй тесть действительно я кажется понял а ваша проблема лежит не в физической а психологической плоскости правда проведем а маленький семейный тест леночка вопрос к вам допустим а ваш муж а чё сразу муж хорошо не ваш муж его друг о это интересно попросит у вас совет вот что по вашему предательство изменить один раз за деньги или постоянная любовница офигенный тест давай давай только надо выбрать один вариант или или подождите вы знаете по моему и то и то лена или или правильно правильно доктор сказал умный ну хорошо если или или то тогда лучше один раз за деньги то есть это не предательство да да нет это тоже приду или или ну да получается это не предательство а можно у меня вопрос от друга тоже а да пожалуйста по ходу этого теста задавайте как вы считаете леночка а как лучше не придавать все время с разными или не придавать постоянно но с одной интересный вопрос ну я не знаю или или правильно ну раз или или то лучше постоянно с одной и потом это дешевле послушайте а я не поняла что это у вас за тест такой измены любовницы а жена что вообще не вариант вот баба жены мой друг мой друг не я мой друг считает жена это знаете это как заначка в книге ну ты знаешь что она где-то есть но лезешь туда только в крайних случаях замечательно слушать его тут подумал а почему ваш друг совсем не бросит жену а не может мой друг это сделать понимаете на моей жене квартира машина и бизнес а понимаю бизнес а я же сказал бизнес ты сказал бизнес а тебе послышалось мнение квартира машина и все ну мне может и послышалось а жена твоего друга теперь знает и шо ж теперь делать моему другу а я не знаю пусть думает не ему думай мне всю ночь не спать ох у меня и друг ох и трепло а пока твой друг думает у меня тоже есть небольшой тест допустим у меня есть подруга и вот она решила отомстить своему мужу и изменить ему с доктором с доктором с доктором интересный вопрос а доктора такой молодой а симпатичный получает хорошо получает хорошо вот подруга моя спрашивает как лучше отомстить один раз бесплатно но зачем эти подарки или и все таки завести постоянные отношения слушайте кому нужен этот стационар я вас умоляю давайте я не знаю подружка подумает а я понял нам с доктором надо сходить сейчас бабки а я ему расскажу на березку сдать огурцы с аленой а может или или и то и то будет с тобой студия квартал 95 с новым годом следующая жизненная ситуация знакома вам всем знаете когда родственники говорят что приедут погостить на денек остаются на полгода вот у нас такая же точно ситуация обычная семья вова лена ночь я к тебе давай только аккуратно родственники извините куда к жене еще раз переступишь нос сломаю извините дядя коля это что за проходной двор я не понял ты его манишься сегодня или нет дай поспать я тебе говорю простите дядя витя кошмар Твою мать Это твой дядя Десантник У меня инфаркт уже из-за него Блин, я так не могу больше жить с ними С твоими родичами Когда ты полгода назад сказала Вовочка, нас ждет пополнение Я думал, речь идет о ребенке Почему они все у нас? Я тебе уже сто раз объясняла У них в регионе очень сложная ситуация Они беженцы Что такого случилось в Луцке? Какая такая ситуация? С Витя сейчас с берегов вышел? Или что? Хорошо, тебя не начинаю Сейчас разбудим всех Давай спать Все, успокойся Все нормально Все, давай Как можно так жить? Лен У нас уже с тобой Полгода не было этого Может, давай Пока все спят Да нет, Вов Я при них стесняюсь То есть они при нас не стесняют А мы стесняемся Почему? Ну ладно Вроде действительно все спят Давай, давай А в следующий раз Хорошо? Стоило будить Какой кошмар Вот это ты Надо было сломать тебе нос Это что происходит? Они же каждую ночь тут хэкают Шмэкают Ко мне приходили соседи с веру Они сказали, что они не могут спать Им страшно Тут постоянно звуки А они, между прочим, сатанисты Им страшно Слушай, Вова Мне тоже это все надоело Но если ты такой умный Возьми и выгони всех сам Как? Я добрый человек А они пользуются моей добротой и бритвой Что они тут делают? Кто все эти люди? Кто? Тебе уже объясняла не раз Деверь Сноха заловка Я не спрашиваю, чем они болеют Я говорю, кто все эти люди? Что они делают? Почему они не поедут к твоей старшей сестре? У нее свой дом Потому что ее нет дома Где она? Вот Номер 44 может проследовать в уборную Твою мать Ну вот чего ты? Вот сейчас ты чего злишь? Я 131-й Я так не могу Я не могу пойти в туалет Нормально, как человек Я не могу Я должен прятаться Везде, как кошка Я не могу пойти на кухню Там твоя баба Зоя лежит Что она? Скажи бабе Зое, чтобы она укрылась Да зачем? Так жарко Пусть так спит Она голая спит Не первый день Она говорит Моя морская звездочка Ну и что? Зато благодаря бабе Зое Ты перестал по ночам шасток на кухню Перестал жрать все время Я перестал жрать Из-за твоих родственников Они все зажрали Саранча! Тихо! Что ты кричишь? Не надо наговаривать Они тоже не с пустыми руками Приехали вон Целого кабанчика с собой привезли Так почему они его не заколят? М? Потому что он тоже из Лудка приехал Там нет, ваше землячество уже достало Мало того, что ты его прописала Так мы его убить не можем Не могу, я не могу пойти никуда Я не могу принять ванну Даже, я не могу зайти туда Там все время живет твой дедушка Алик Да, он там спит Потому что больше негде Да, но почему, когда я принимаю душ Он не выходит? Ну, потому что тебе на работу на 8 А дедушка старенький Он к 12 только просыпается Я извиняюсь, а ужинать сегодня будем? Так ты угомонишься когда-нибудь или нет Это 8-й ужин 12 часов ночи, ляг! Ты что кричаешь? Это твой двоюродный брат Очень странный Господи, да чем это он странный? Потому что не могут дети в 5 лет так выглядеть Невозможно О, дядя твой, Витька Лунатик Тоже очень странный Как и этот десантник-алкаш Это ж надо додуматься Каждую ночь отправляет этот десантник Его в магазин за водкой Ну, да, ну согласна Немножко странные они все Но зато, Вова, их много И в этом их плюс Воры к нам в жизни не залезут Какие нахрен поры? Может быть, этот дядька усатый и есть вор? Какой вор? Я тебе уже говорила Это моя сестра из Еревана Она здесь благодаря законам гостеприимства Она здесь благодаря закону Савченко Так, ладно, хватит Чего ты кричишь все время? Дядю Васю разбудишь Дядю Васю твой Я вообще с самого начала думал, что это Ким Чен Ин Ой, тоже Начинаешь вот это вот Прямо подумаешь Похож человек на Ким Чен Ин А с кем не бывает Да ни с кем не бывает И скажи ему, чтобы он смывал после себя в туалете А то я не северокорейский народ Я терпеть не буду И главное, выходят Слышь, такой гордый Из туалета Как будто бы он не по-большому сходил А по-великому Ладно, все Ой, кто это такой? Что происходит, Лена? Что это нахрен происходит, Лена? Кто это? Опа Это мой брат Тоже троюродный Троюродный? Родственник Ты уверена? Я с ним вчера разговаривал Он думает, что ты его баба Лена, кто это? Так Все, меня достало Ну-ка, все подъем Быстро вздохновь Встаем, говорю Встаем Быстро вздохновь Значит так Уважаемые родственники Я этого терпеть больше не буду С этого дня Да Я свою Алкоголик С этого дня Мы живем по новым правилам Знаете так С утра Все запомнят Запомнили Первыми завтракают дети Передайте бабе Зое Дети Не дети войны А просто дети Дальше Если вы идете в туалет И дверь заперта Это не значит, что поломалась ручка Это значит, что там кто-то сидит Не надо ломиться Не надо выламывать своими ногами И ломиками дверь Не надо пытаться попасть в унитаз Когда я там сижу Снайпера, чертовые Теперь Во время обеда Когда мы читаем Обеденную молитву Передайте, пожалуйста, своей тете Алле Не надо входить в кураж И собирать милостыню Ясно? И теперь самое главное Передай Лену Своей маме Когда ночь, Лена Когда, Леночка Ты кричишь О-о-о О-о-о, Господи Быстрее О, мамочка Быстрее Не надо ломиться через всю квартиру Лене сейчас хорошо Вы запомнили? Ой, Лобочка А это мои родственники Дальние приехали Помнишь, я предупреждала тебя? Да Звери Звери? Угу Твоя мама, я смотрю, вообще без берегов Какие нахрен звери? Да нет Ты не понял Ну, звери Стоят? Да нет Группа звери У них там еще Рома главный Маугли Да нет Рома, зверь О, Господи Друзья, встречайте У нас в гостях Группа звери Твою Давайте Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова